Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «Колейдоскоп». Скорее всего, вам не захочется сидеть у экранов в такую погоду. Но все же, если вы оказались у телевизоров, то настройтесь на позитив. Яркие события, интересные люди, необычное творчество – вот о чем мы расскажем вам в ближайшие 15 минут. Необычайно теплые деньки, которые дарит нам осень, нужно использовать по максимуму. Ну, например, отправиться в увлекательное путешествие по Рязанской области. Правда, некоторые считают, что ничего нового и интересного они там для себя не откроют. Но в следующем сюжете мы расскажем о человеке, который готов поспорить с такими скептически настроенными особами. Ксения Поначева приехала в Рязань из Пскова 8 лет назад. Ее поразила не только красота нашего города и области, но и то пренебрежение, с которым рязанцы относятся к своей малой родине. В Пскове, утверждает девушка, такого нет. Именно поэтому с течением времени у Ксении родилась идея создать группу «Рязань туристическая». Я часто слышу, читаю в интернете, что в Рязанской области посмотреть нечего, все очень плохо. Ну, собственно говоря, по этому поводу и группа-то и возникла. Потому что я-то знала, что есть что посмотреть, и мне было как-то очень обидно. Честно говоря, до сих пор не понимаю, почему рязанцы так вот как-то понебрежительно к своему региону относятся. Сначала это была всего лишь группа ВКонтакте, состоящая из друзей и знакомых Ксении. Потом стали появляться новые заинтересованные люди, а общение вышло за рамки интернета. Участники Рязани туристической стали не просто делиться знаниями о достопримечательностях города и области, но и организовывать совместные поездки. Мы ездим активно, ездим. Уже посетили, сейчас даже сложно сказать, сколько районов. Стараемся выезжать, ну, пусть не каждую неделю, но хотя бы раза два в месяц мы выезжаем. Вот из последних наших поездок это была поездка в Шацкий район, до этого мы ездили в Кораблинский район, в Шиловский, в Рыбновский. Наверное, из тех районов, где больше всего запомнилась именно организация нашего путешествия, это был Шиловский район. Вот, пользуясь случаем, хотелось бы еще раз поблагодарить организаторов, потому что там нас встретили как самых дорогих гостей, самых любимых. С нами так обходились, как будто приехали, ну, не знаю, высокопоставленные особы. Для нас было все. И очень приятно, что вот такие люди все-таки работают в области, люди, которые хотят продвигать именно свой район. Ксения продумывает маршрут, созванивается с музеями, договаривается об экскурсиях, и в итоге все это выливается в увлекательные, познавательные, яркие поездки. Первая поездка у меня с ними была в музее автомобильной техники. Мы когда туда ехали, я думала, ну, какие-то там ржавые стоят, несколько грузовиков там под открытым небом, танк какой-нибудь, еще что-то. Ну, там оказалось так прекрасно. Ну, очень вот. А потом я уже стала за ним следить пристально. Вот. И по мере возможности ездить. Татьяна – фотограф. К этой группе она присоединилась абсолютно случайно. Она считает, что ездить с подругами или с семьей не так весело и увлекательно, как с новыми друзьями из Рязани туристической. Тем более в этом случае ей не нужно думать об организации маршруте этих поездок, ведь для этого есть Ксения. Я как-то читала книгу, и там вот были описаны английские экскурсии. В Англии там они ездят, смотрят парки, дома там, ну, всевозможные аристократии пускают там за деньги посмотреть. Я думаю, я им очень завидовала. Мне всегда хотелось поехать в Англию, поучаствовать в таких экскурсиях. Теперь вот как благодаря этой группе в Англию мне ехать не очень хочется, потому что на самом деле у нас здесь есть и усадьбы, и парки, и, ну, и всевозможные другие природные объекты. То есть можно посмотреть все, что угодно, не тратя много денег, времени, оставаясь как бы здесь, в Рязани. В скором времени группе «Рязань туристической» исполнится год. В будущем их ждут увлекательные поездки, но в настоящем их не покидает уверенность в том, что наш город может стать туристическим центром. Для этого у Рязани есть огромный потенциал. Конечно, многие памятники архитектуры, разбросанные по области, нуждаются в восстановлении и реставрации. Но даже в таком, полуразрушенном состоянии, они способны вызвать неподдельный интерес у туристов со всей страны. Для тех, кто хочет интересно провести время, не уезжая из города, в Рязани работают музеи, которые представляют не только постоянные экспозиции, но и новые выставки. Так, например, в художественном музее все рязанцы и гости города смогут познакомиться с творчеством народного художника Анатолия Титова. Пожалуй, редкое открытие выставки в нашем городе проходит с участием такого количества гостей. Среди них художники, скульпторы, фотографы, заслуженные деятели культуры. Все они пришли полюбоваться работами нашего земляка. Анатолий Титов родился, живет и работает в Рязани. Отучился в Рязанском художественном училище и в 1964 году стал членом Союза художников СССР. Тогда же, в середине 60-х, происходило формирование мастера, основанное на традициях русского реалистического гуманистического искусства. Выставка Анатолия Титов «Живопись» приурочена к 80-летию заслуженного художника и представляет собой своеобразную ретроспективу, охватывающую почти полувековой период его творчества. Как всегда, сталкиваясь с таким крупным, мощным, брутальным даже художником, всегда немножко сначала опешешь где-то. То есть он тебя останавливает, тормозит, как-то завораживает своей убедительностью, мощью, какой-то школой старой. Вот он художник, который по-настоящему умеет рисовать. Это рисовальщик мощный прежде всего. И это очень здорово чувствуется во всех работах, в живописных работах. Чувствуется его мощный рисунок. Не случайно это народный художник. То есть это подлинно его звание. К сожалению, художник не смог присутствовать на своей юбилейной выставке. Зато на открытие пришла его жена Людмила Максимова, заслуженный работник культуры, которая принимала самое активное участие в формировании этой выставки. Что я могу сказать? Он мой самый хороший, самый любимый человек. Мы с ним уже более 30 лет. И, в общем-то, все, что делали, и в частности вот эту выставку, мы делали сообща. Он идею вдохновлял, в качестве исполнителя я выступала. Но здесь эта выставка вообще-то юбилейная. Ему исполняется 80 лет. Это возраст уже солидный, я хочу сказать. Поэтому все работы здесь, конечно, отобраны. Они хранятся в основном в художественном музее. Анатолий Титов работает как в живописи, так и в графике. На выставке можно увидеть серию портретов, посвященных известным людям, а также цикл натюрмортов с иконами. Эти работы – мерцающие, загадочные, глубокие – подолгу не отпускают зрителя, погружая в таинственную атмосферу. Да и вообще пройти мимо картины, не остановившись и не задумавшись, невозможно. И неважно, что это – портрет, натюрморт или же пейзаж. Он очень любит свою малую родину, Рязанскую землю. Никогда ей не изменял. И он исходил, пожалуй, много тропинок по Рязанской земле. У него целые циклы есть, посвященные нашим, как это сегодня говорят, знаменитым землякам. Он первый ступил, в числе первых художников, ступил на Есениевскую землю. Он сделал целый цикл работ, посвященных Константину Дарчу-Салковскому. Целый цикл работ, посвященных космонавту Владимиру Викторовичу Аксенову. Он великолепный живописец. Он очень любит людей. И поэтому людей простых, которые, собственно, и делают нашу историю и историю Рязанской земли. Поэтому здесь на портретах вы можете их видеть. Многие отмечают, что для произведения Анатолия Титова характерны простота и естественность, и в то же время глубина изображения. Если вы хотите погрузиться в эту глубину, то приходите на выставку. Она будет работать в Рязанском художественном музее до 25 октября. Нередко в нашей программе мы рассказываем о людях, которые большую часть своего свободного времени тратят на творчество. Наш следующий сюжет как раз о таком человеке. Совсем недавно мы познакомились с рязанской мастерицей, которая буквально поразила нас своей неуемной фантазией. Почему бы баночку из-под крема не превратить в милую шкатулку? Или не украсить обычную шоколадку нарядными цветами, и тогда она превратится в маленький приятный подарок? Вообще, как считает Ирина Гопоненко, ко всему нужно подходить с фантазией. В ее доме огромное количество вещей, которые она сделала своими руками из подручных материалов. Страсть к рукоделию проявилась у нее еще в детстве. Бабушки научили ее вязать. А в школе у нее появилось желание научиться шить. Правда, осуществилось оно уже после окончания университета, когда девушка пошла на курсы кройки и шитья. На протяжении 20 лет Ирина шила на заказ, попутно занимаясь декупажем, декорированием ваз и даже создавая картины из стразов. Как-то в магазине подарки я увидела панно «Герб России», выполненные из стразов Сваровки, стоимостью 54 тысячи. Я была опрошена красотой этого панно, и мне захотелось это же сделать. Но так как стразы Сваровские очень дорогие, поэтому я пошла в магазин, купила обычные клеевые стразы. Конечно, начала Ирина не с герба, а с картин попроще. Сделала целую серию знаков зодиака и даже портрет Есенина. Ну а через какое-то время все-таки осуществила свою мечту. На «Герб России» у мастерицы ушло около двух тысяч стразов. Тогда я еще клеила тоже на клей момент. И после этого мне во сне приснилось, что так как стразы клеевые, на клеевой основе, то можно их крепить в духовке. Клей при температуре, причем мне даже приснилось, что температура должна где-то быть 65-75 градусов. Я выложила панно. Перед этим, правда, нашла деревяшку. Тоже подержала ее в духовке, чтобы там смола вышла, если что. Эксперимент удался. В итоге Ирина сделала четыре герба. Причем все они получились разными. Один из них так понравился нашему соотечественнику, живущему в Германии, что он решил его приобрести. Но это увлечение уже в прошлом. Сейчас мастерица занимается созданием работ из фомирана. Это и пористые резины, и пластичные замши, ревелюр. Но обычно его называют фомиран-фом. В основном он идет у нас иранского производства и китайского. Китайское там качество получше, поплотнее. Есть китайские небольшие листы, очень тонкий фомиран. Там вообще очень реалистичные цветы получаются. Мне пока, так как опыт у меня небольшой, с ним сложно работать. Ирина обучилась работе с этим материалом благодаря интернету. Так что теперь из волшебных цветов она делает броши, заколки и даже целые свадебные букеты. Полюбила фомиран. И материал он благодарен. Дело в том, что не только взрослые могут заниматься. Сейчас идет сертификация этого материала, чтобы использовать его в детском творчестве. Потому что он не аллергенный. Он не боится воды, не боится холода, не боится солнца. Он держит форму, не деформируется. И вот когда с ним работаешь, настолько материал бархатистый, приятный, на ощупь. За свою жизнь Ирина попробовала себя во многих видах декоративно-прикладного искусства. И вполне возможно, что фомиран – это далеко не последнее ее увлечение. Однако Ирина уверена, что создавать шедевры своими руками она будет всегда. Человек, когда творит, он отдыхает. Наша жизнь настолько насыщена информационно и эмоционально. Зачастую отрицательными эмоциями. Потому что на работе у нас нервы. У нас в семье нервы, с родственниками, с друзьями. Где-то много там, с телевидением много негатива тоже идет. Здесь отрешаешься от всего. И когда ты творишь своими руками, ты вкладываешь в эту работу свою душу, свои мысли, свое сердце, тепло своих рук. Это все, о чем мы хотели сегодня рассказать. Надеюсь, вам не было скучно. Ну а мы увидимся с вами ровно через неделю в клеодоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова